Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала я бы хотел бы поблагодарить организаторов за возможность выступить на первом мероприятии. И надеюсь, что это только начало. И дальше все будет больше, и более интересные темы будут затрагиваться на этих мероприятиях. Ну, то, что касается системной терапии вообще рака молочной железы, основной прогресс состоялся, можно сказать, в конце прошлого столетия в начале первого десятилетия нашего века. То есть, если мы еще век назад данное заболевание называли как моно-рак молочной железы и все, то уже в 70-х годах прошлого столетия с выявлением экспрессии рецепторов мы начали выделять гормоночувствительность и отсутствие вот этого фактора. В 90-х годах с выявлением экспрессии HER2 начали подразделять на HER2-позитивный и HER2-негативный рак молочной железы. В 2000-х, после работ Перова, мы уже начали выделять биологические, молекулярно-биологические подтипы. Люминальный А, Б, HER2-экспрессирующий и базально подобный. И тот прогресс, который имеется на данном этапе, в большей степени уже связан с патогенетическими путями. То есть это, возможно, то направление, при котором уже молекулярные подтипы не будут играть столь важного значения, так как любой механизм развивается благодаря именно патогенетическим путям. Вот этот слайд был представлен в прошлом году на АСКО. Это ожидаемая смертность от раковых заболеваний в Соединенных Штатах. И, как видно, именно трижды негативный подтип выделен отдельной строчкой. С учетом того, что он встречается в больше, чем четыре раза реже люминальных подтипов, но смертность фактически от него в два раза выше. Также были рассмотрены некоторые факторы, которые характерны для этого подтипа. То есть те факторы, которые мы считали, как играет протективную роль вообще в развитии рака молочной железы, такие как количество детей больше трех, первая беременность, моложе 26 лет. Это то же самое, как бы, ну, рождение детей, роды фактически более трех, и отсутствие грудного скармливания – это те факторы, которые играют протективную роль при люминальных апотипах. Но те же самые факторы оказались, наоборот, повышая частоту и риск развития трижды негативного рака молочной железы почти в два раза. И вот то, что сейчас обсуждалось, чувствительный вообще, как бы, трижды негативного рака к химиотерапии. Ну, вот тоже довольно-таки известный слайд. То есть парадокс трижды негативного рака в том, что при неодевантной химиотерапии мы достигаем довольно-таки высокой частотой полных морфологических регрессов. Ну, 20-30, а сейчас даже есть исследование, где до 40% достигается полного морфологического регресса. В том случае, когда не трижды негативный, ну, здесь, опять-таки, это люминальные апотипы, так как при HER2-позитивном частота тоже этих регрессов достигает 60%. Ну, 5-15, то есть два раза реже. Но при этом при оценке трехлетних показателей выживаемости результаты хуже именно в группе пациентов с трижды негативным по типам. То есть это в верхние два графика это касается пациентов, которые достигли полного морфологического регресса, то есть 4% разницы. А при наличии резидуальной опухоли эта разница еще существенна, 20%. И данные носят статистический достоверный характер. Также имеется особенность в плане отдаленного метастазирования. То есть для трижды негативного характерно метастазирование в течение первых 5 лет. Он довольно-таки в сравнении с небазально подобным апотипом имеет такой взрывной характер. А дальше уже после 10 лет этот риск снижается и даже как бы в каком-то плане ниже, чем при люминальных апотипах. Ну вот, в течение вот этих первых 5 лет, как правило, опухоль метастазит висцеральные органы. И метастазирование, сам процесс может протекать с висцеральным кризом. После 10 лет уже в основном метастазы поражают костную систему. Ну и, соответственно, наносит более такое благоприятное течение. И прогноз тоже относительно благоприятный. Ну, с учетом вот этих данных уже выделяют группы пациентов, для которых характерны хороший прогноз и плохой прогноз. Ну вот, по плохим прогнозам характеризуются пациенты молодого возраста, у которых, как правило, заболевание выявляется на распространенной стадии. Темпы роста опухоли быстрые. И первая локализация метастазов, как правило, это печень и головной мозг. У этой группы пациентов опухоль, как правило, резистентная химиотерапия. Также для них характерны высокий индекс массы тела. И то, что актуально для Соединенных Штатов, большинство этих пациентов относится к афроамериканкам. И наоборот, в случае хорошего прогноза, это пациенты более старшей возрастной группы. Для них не характерны вот такого быстрого роста опухоли. Опухоль поражает в первую очередь лимфатические узлы и кости. Вот это та группа пациентов, которой в большей степени удается достигнуть полного морфологического регресса. Также для них характерна низкая масса тела. Ну, вот какие гистологические типы и подтипы бывают, уже Анна Сергеевна рассказала. Ну, опять-таки, отмечу, что в большей степени, как, наверное, при всех наших других локализациях, это инвазивно-протоковый рак, который достигает 95%. То, что касается молекулярно-генетических подтипов, то есть то, что эта группа неоднородна, уже клиника сама подсказывает. И вот исследования, которые были проведены, вот в частности Лехманом, он выделил 6 подгрупп, ну, с учетом не классифицированных, это 7 подгрупп. А при интегративных кластерах это вообще уже 10 подтип. Но это тоже еще не точка, это всего лишь запятая. Вот по Лехману, как Анна Сергеевна отметила, это базально подобно первого типа, базально подобно второго типа. Это иммуномодулирующий тип, который в большей степени характерен для медулярного рака молочной железы. Это мезинхимиальный, мезинхимиальный стволоподобный, вот при метаполастическом чаще всего встречается. И подтип экспрессирующий андрогеновые рецепторы. Вот та же самая группа авторов под руководством Лехмана, они провели попытку оценить ответ на вот разные эти подтипы. Ну и вот, как видно, при базально подобном подтипе в большей степени реакция была на химиотерапию препаратом циспатина. При оценке по типу люминального с экспрессией андрогеновых рецепторов, понятно, что на антиандрогенную терапию был ответ. По типу мезинхимиального подобного, в принципе, ответил на все эти виды терапии, в том числе на ингибитор PI3K и МТОР. И данная группа авторов предложила потенциальные агенты терапевтические, на которые может быть получен результат. То есть при базально подобном это PARP-1, PARP-ингибиторы и химиопрепараты, в частности, крыбовые препараты платины. При базально подобном второго типа это МТОР-ингибиторы и ингибиторы факторов роста. При иммуномодуляторном подтипе это, соответственно, PD-1 и PD-L1 ингибиторы. Мезинхимиально подобные это МТОР-ингибиторы и МТ, и ЦСТ, таргетные препараты. Ну, и в частности, как бы вот все эти рецепторы, которые выявляются, они фактически находят как точку для мишени для опасающей терапии. На сегодняшний день данная проблема носит, можно сказать, такой доминирующий характер. Если лет 20 назад эти конференции все были посвящены HER2-позитивному подтипу, сейчас это трижды негативный. И исследование проводится как касается химии препаратов, это как давно известные препараты, так и новые. Это новые таргетные препараты, комбинация, это иммунный чекпоинт препараты. Ну, то есть, довольно-таки активно изучается данная проблематика. И на сегодня просто то, что мы сейчас имеем в клинике, то есть, одно дело клинические исследования и другое то, что есть. Вот в качестве монохимиотерапии при трижды негативном подтипе, как правило, применяются препараты токсанового ряда, препарат капицитабин или булин, это липосомальный доксорубицин, и такие ингибиторы микротрубочек, как иксапепилон и венерильбин. Также применяется полихимиотерапия, комбинация данных препаратов. И отдельным пунктом мы сейчас отмечаем клинические исследования, так как почти большинство центров участвуют в этих исследованиях и имеют возможность включать пациентов и применять эти новые современные препараты. Ну вот то, что касается химиотерапии. Основными препаратами, которыми назначаются при лечении распространенных стадий, являются все-таки карбоплатина и дотстакса, при условии, что это первичный пациент. Раньше не было как бы данных препаратов. И вот в исследовании ТНТ было показано, что данная схема, данные препараты обладают в целом идентичной эффективностью. То есть есть некоторое преимущество у дотстаксела, но в целом данные не носят статистически достоверного характера. Медиана общей выживаемости в одной группе с карбоплатин 12,4, в группе с дотстакселом 12,3. То есть, можно сказать, то же самое. Однако при рассмотрении эффективности уже при подгрупповом анализе оказалось, что группа пациентов с BRCA мутацией в большей степени чувствительна именно к карбоплатине. И разница уже в данном случае достигает почти двух раз. Дотстаксел – 33,3%, карбоплатина – 68%. И в данном случае уже данные носят статистически достоверный характер. А при отсутствии мутации в большей степени чувствительность идет к дотстакселу. Но имеются тенденции, которые не носят статистические достоверности. В исследовании авторы оценивали также зависимость BRCA мутации и ответы на платин, содержащие режимы химиотерапии. В исследовании TBCRC-009 была показана та же самая тенденция, что наличие мутации повышает фактически чувствительность к платин, содержащим препаратам, более чем в два раза. Вот TNT-ACET исследование – это вторая фаза исследования, где была оценена эффективность НАПА-клитоксела, препарата Амбраксан, и карбоплатина в первой линии метастатического трижды негативного рака молочной железы. Рандомизация пациентов шла в три группы. То есть это препарат… В одной группе пациенты получали комбинацию данную. Во второй препарат НАПА-клитоксел шел с препарата Гемцитабин. И в третьей группе был гемцитабин и карбоплатина. И как было показано в результатах исследования, медиана времени до прогрессирования, то есть беспрогрессивная выживаемость, лучше была в группе там, где пациенты получали комбинацию именно с НАПА-клитокселом. Другим препаратом, который вот буквально в течение последних двух лет появился в арсенале у клиницистов, это препарат Ирибуллин. Данный препарат воздействует на тубулин, и в отличие от препаратов, то есть на микротрубочки, и в отличие от препаратов других препаратов, токсанового ряда и веналкалоидов, он необратимо связывается с ним. И также доказано, что однократное введение Ирибулина вызывает ремоделирование сосудистой сети опухоли, и в целом повышает лучшую доставку химиопрепаратов к опухолю и фактически к лучшему выраженному противоопухолевому эффекту. Основное исследование, посвященное данному препарату, это EMBRACE, в котором пациенты были рандомизированы в две группы. Это группа с Ирибулином и группа терапии по выбору врача. Также исследование 301, где препарат Ирибуллин сравнивался, так скажем, с его явным конкурентом препаратом капицитабин, и совмещенный анализ, объединенный анализ данных исследований показал, что группа пациентов с Ирибулином как подгрупповой анализ, то есть ратификация шла по HER2 статусу, по экспрессии рецепторов стероидных гормонов и отдельно выделялась подгруппу триженегативного рака, что во всех этих случаях Ирибуллин оказался эффективнее, и значение ПИ носит статистически достоверный характер. Ну вот, как уже было сказано, все-таки основные изыскания идут именно в плане выяснения патогенетических путей и возможных мишеней. То есть это PI3K, МТОР-ингибиторы, это таргетные препараты репарации ДНК, это RAF-MEC-ингибиторы, это ингибиторы клеточного цикла методического веретена и ингибиторы FGFR. Ну, вот из более таких исследований, которые фактически исходят из биологии данного заболевания, вернее, одного из по типу люминального андроген-рецептора экспрессирующего, это вот именно ингибиторы данных рецепторов, препарат бекалутамид, который впервые, ну, он довольно-таки известный препарат, как уже отмечалось, он появился не вчера, но вот эффективность его была оценена в некоторых уже исследованиях, и было показано, что частота клинической эффективности данного препарата достигает 19%, и медиана без прогрессивной выживаемости 12 недель. Много или мало, но для отверждения негативного по типу, в особенности, если это ранее лечены пациенты, можно сказать, довольно-таки неплохие результаты. Другим препаратом из этого ряда является энзалутамид, который обладает три основных компонента эффективности, это ингибиция связывания андрогенов и рецепторов андрогена, это ингибиция ядерной транслокации рецепторов андрогена, и данный препарат ингибирует ассоциации рецепторов андрогена с ДНК, и в итоге всё это в совокупности вызывает гибель опухолевой клетки. Ну вот исследования, которые были с применением эзалутамида, это MDV310011, в котором препарат оказался, ну вот данные, которые были лучше, чем бикалутамид, частота клинической эффективности при оценке на 16-й неделе достигала 35%, то есть там, если бикалутамид это 19, то здесь фактически чуть-чуть в два раза выше, и эффективность на 24-й неделе 29%, частота ответа 8%, и также продлилась медиана беспрогрессивной выживаемости. При сравнении данного препарата с группой терапии по назначению врача, то есть то, что фактически обычно назначается, также было показано, что показатели клинической эффективности выше. Данный препарат на сегодняшний день проходит проверку исследований в других программах, и в частности его исследуют в комбинации с химиотерапией, то есть если при люминальных подтипах еще, ну, фактически так у нас есть такая установка, что как одевант, так и лечебную химиотерапию в комбинации с гормонотерапией мы не проводим. Но вот при трежненегативном подтипе, именно при экспрессирующих андрогеновый рецептор, сейчас идут такие исследования в комбинации вот с поклитокселом. И первичные результаты пока как бы их нет, но я смотрел вот последние данные, они, так скажем, обнадеживающие. Также вот сейчас идет исследование комбинации ингибиторов рецепторов андрогенов и пиатрики ингибиторов. Это препарат осилисип. В данном случае по ходу исследования выполняется несколько заборов морфологического материала. То есть это исходная трепамбиопсия, это 14-21 день, то есть первый цикл, и дальше при прогрессировании заболевания. И при прогрессировании на любой схеме возможно переключение на другую схему. Особое место в последнее время вот именно в клинических исследованиях занимает PD-1 и PD-L1 и два ингибиторы. Но PD-1, это мембранный белок надсемейства иммуноглобулинов, играет важную роль в клеточной дифференцировке иммунных клеток. Имеется два леганда, это PD-L1 и PD-L2, и PD-1 играет важную роль в отрицательной регуляции иммунной системы посредством предотвращения активации Т-лимфоцитов, что снижает иммунность и повышает аутотолерантность. И ингибиторный эффект PD-1 осуществляется через двойной механизм стимуляции апоптоза антигенспецифичных Т-лимфоцитов в лимфатических узлах, в то время как апоптоз регуляторных Т-лимфоцитов, напротив, снижается. Ну вот исследование, которое было также недавно представлено с применением пембролизумаба, показало, что частота общего ответа достигает 18,5%. Медиан времени ответа на терапию – 18 почти недель. И наш центр также участвует в подобном исследовании. Здесь у нас препарат исследуется атотолизумаб. Ну вот на слайде представлена пациентка 30 лет. Это фотография от 30 августа. То есть опухоль, которую пациентка вообще стеснялась раздеваться. Ей даже было неудобно раздеваться. И буквально в течение через 5 недель. За это время пациентка успела получить по клетокселу в еженедельном режиме в дозировке 90 мг, 4 введения. И было у нее еще 3 введения атотолизумаб плацебо. То есть мы даже не знаем, в какой группе она находится. Но, как видно, вот этот изонегативный потип высокочувствительной к химиотерапии. Даже, возможно, что здесь сыграл роль ингибитор BDL1. Но вот такой замечательный результат через 5 недель. Также исследуются поли-АТФ, рибоза, полимеразы. Это ферменты, катализирующие посттрансляционную модификацию белка. Ну, известно 16 разных генов, которые кодируют данные ферменты. То есть есть BDL1, BDL2 и так до 16. И подавление активности PARP1 при химиотерапии ведет к апоптозу клеток, ДНК которых повреждена цитостатическими препаратами. И в настоящее время ряд ингибиторов, в частности ВИЛАПАРИ, ПАЛАПАРИ, проходят клинические испытания в комбинации с химиопрепаратами в первой-второй фазе. Ну вот исследование, которое было представлено в журнале новых исследований новых препаратов. Это 45 пациентов с реврактерным или чувствительным к химиотерапии, трижды негативным раком, рандомизировались две группы. Это или метрономная химиотерапия препаратом циклофосфамита 50 мг, или в комбинации с ВИЛИПАРИБом. И первые результаты при прогрессировании они переключались в другую группу. Ну вот в целом как бы не было выявлено при общей оценке разницы в исследуемых группах по времени беспрогрессивной выживаемости. Но при оценке и до переключения данной беспрогрессивной выживаемости была показана тенденция к увеличению данного показателя в группе комбинированной терапии. И в целом как бы исследователи сами называют это тенденцией, но по идее статистически данная тенденция достоверна. Также исследуется препарат АЛАПАРИБ и в комбинации с ПАКЛИТАКСЕЛом при тыжденегативном раке молочной железы, где частота частичных регрессов достигает 37%. Ну в целом нежелательные явления наблюдаются и именно АЛАПАРИБ, вот в группе с АЛАПАРИБом нитропиния 32%, а анемии 22%. Вот парп-ингибиторы в комбинации, вот в исследовании, которое представил Кауфман, вторая фаза исследования карбоплатина с или без ВИЛИПАРИБа и в группе пациента с БРК-БРСЕЙ мутации. И было показано, что подключение ВИЛИПАРИБа дает статистически достоверную разницу по частоте общих ответов в группе пациентов, которые получают ВИЛИПАРИБ. И вот иммунотерапия, мы все уже знаем, вот новые конюгатные препараты, в частности, скажем, для ХЕР-2 позитивные, это препараты ДМ1-катсила. Для лечения трижды негативных препаратов тоже появились такие препараты. Это препарат ГЛИМБАНТУМУАП-ВИТАТИН, который является человеческим моноклональным антителом ГЛИМБАНТУМУАП, связанным с монометил-ауростатином Е, который нацеливается на раковые клетки, экспрессирующие трансмембраны гликопротеин. И другой препарат, это САЦИТУЗУМАП-ГОВИТИКАН, представляет собой моноклональное антитело против опухоли ассоциированного кронсдуктора кальциевого сигнала-2 и конъюгирован с СН-38, это активный метаболит ИРИНАТЕКАНА. Ну и обобщая, если еще несколько лет назад все-таки были сомнения в эффективности терапии данного подтипа, последние результаты, которые у нас есть, все-таки позволяют надеяться на решение данной проблемы. То есть это возможности, которые нам могут дать морфологи генетики, то есть раскрыть больше биологию данного заболевания. И вот как сейчас мы получаем очень часто результат иммуногистохимический, где морфолог уже благодаря суррогатным маркерам выделяет какой-то подтип, возможно, мы опять-таки через несколько лет тут также будем получать заключение, к какому же подтипу трижды негативного относится вот опухоль. Это вот большое количество также клинических исследований, которые, в принципе, показывают довольно-таки неплохие результаты. И в заключение. Трижды негативного рака молочной железы – это иммуногистохимический определенный подтип, который характеризуется отсутствием экспрессии рецепторов эстрогена прогестерона и HER2. Это, как уже было сказано, суррогатный маркер и базально подобного молекулярного подтипа. Оно, как правило, имеет агрессивную биологию, вернее сказать, может иметь в большинстве случаев, хорошо реагирует на различные химиопрепараты, однако на данный момент пока нет конкретного стандарта, режима или препарата для терапии. При трижды негативном раке молочной железы пока не определены конкретно клинические терапевтические мишели. И данная опухоль, данная группа, представляет собой разнородную группу, вероятно, с разным ответом на различные виды лечения и, возможно, разным прогнозом. Спасибо. Спасибо большое, Гарри Кальбетович. Какие будут вопросы? Тогда мы приступим к такому варианту решения. Раз у нас наши стесняются, наши споткоманды, тогда я попрошу вопрос Гарю Кальбетович воспользоваться, задать вопрос экспорту такого высокого класса. А вопрос задаст Дубовиченко Дарья Михайловна, архангельский клинический онкологический диспансер. Пожалуйста. Я думаю, что вопросы будут. Должны быть. Спасибо. Доброе утро. Спасибо, Гарри Кальбетович, за такой прекрасный доклад. Действительно, трижды негативный рак молочной железы – такая патология, которую достаточно тяжело полечить и трудно подобрать какие-то линии лечения ввиду отсутствия возможности применения некоторых препаратов. Хотела бы спросить, как Вы считаете, стоит ли назначать эребулин в первой линии лечения метастатического трижды негативного рака молочной железы, или лучше отложить его на более поздние сроки? Спасибо за вопрос. То, что касается назначения терапии, мы всегда учитываем, какое лечение уже пациент успеет получить. То есть, это пациентка ранее лечена или это первичная пациентка. То есть, если пациентка в адювантном режиме, на сегодняшний день пациенты, которые получают лечение в нашем отделении, в адювантном режиме, большинство из них уже получает препарат карбопатину и токсана. И в адювантном режиме, уже в последующем, при наличии резидуальной опухоли, большинство из них также получает андроциклины. И с учетом данного фактора и с учетом времени до прогрессирования, если это, опять-таки, быстрое прогрессирование, назначение именно эребулина вполне оправдано. Но если, как бы, перечисленных до этого препаратов не было, то можно рассмотреть, как бы, оставить эребулину уже на вторую линию или на третью. Ну, раннее назначение эребулина, пока это данное было показано во многих исследованиях, оно более эффективно, чем, как бы, позднее. Но это, в принципе, касается, наверное, большинства препаратов. Спасибо большое. То есть, рассмотреть мы можем более раннее назначение эребулина. Спасибо. Гарри Габриевич, если я вас правильно поняла, если у пациентки рака молочной железы, прошедшее комплексное лечение на адювантной химиотерапии, включающей антрациклины и токсаны, в течение шести месяцев возникает ранний рецидив, то фактически мы адювантную терапию можем рассматривать как первую линию, но у нее в течение шести месяцев ранний рецидив. И тогда в первой линии мы можем, особенно у трижды негативных больных метастатическим раком молочной железы, поскольку эребулин, вы показали, увеличивает общую выживаемость, важнейший критерий, то в таком варианте мы можем, учитывая наше регистрационное удостоверение, где написано, что эребулин назначается после прогрессирования антрациклинах и токсанов, мы имеем право и с точки зрения доказательной медицины, и с точки зрения регистрационного удостоверения, мы могли бы назначить эребулин в первой линии. Вы абсолютно правы. То есть очень часто мы с чем можем столкнуться, что очень, так скажем, из нашей практики, что пациенты, приезжая из регионов, которые прошли обследование и фактически их направляют к нам для хирургического этапа лечения, наше дообследование как-то меняет всю картину, то есть в пользу того, что является метастазой. Поэтому именно категория пациентов с трижды негативным подтипом, я думаю, это именно опухоль, которую надо, возможно, выходя за рамки некоторых наших регламентирующих документов, которые рекомендуют рентген легких, узиорубленной брюшной полости, остеосантиграфия даже, как правило, не входит в этот список, выполняется и компьютерную томографию, и остеосантиграфию, возможно, МРТ головного мозга, то есть более детально обследовать данных пациентов. Потому что раннее прогрессирование, через полгода, это, в принципе, значит, пациент, возможно, был недообследован. И еще все-таки, Гарри Кабетович, как бы вы рассматривали алгоритм лечения больной, трижды негативным раком молочной железы, метастатической, пусть это молодая пациентка, без активирующей, но без БРС, не ассоциированной с БРС-мутацией. Вот алгоритм лечения. Пусть у нее не будет одеванта. А вот с первой линии, вот как бы вы рассматривали алгоритм лечения? В первой линии, с учетом того, что все-таки токсаны показали эффективность в каком-то плане не хуже, чем препараты платин, то я бы назначил именно токсаны, возможно, в комбинации с антрациклинами. Дальше препараты – это карбоплатина. Ну, вот лебулин, капицитабин – это препараты, которые на сегодняшний день все-таки можно или то, или другое назначить. То есть это уже третья линия. И также у нас в арсенале… Ну, то есть в любом случае речь идет о назначении все-таки не комбинированных схем, а именно вот отдельно монотерапией препаратами. То есть также у нас гемзар в арсенале есть. Это, ну, то есть четыре линии, как минимум, то есть легко можно назначить. А с учетом некоторых, если выявится вот какая-то экспрессия, вот именно, которая позволит нас отнести к какому-то по типу, трижды негативно, возможно, также с учетом этого назначить какую-то корректировку терапии. Ну, то есть лечение я бы начал с токсанов. То есть, если я вас правильно поняла, в первой линии мы оцениваем, ну, вот и наличие лиосуста висцерального криза. Если он есть, мы можем двухкомпонент на трициклины и токсаны, да? Во второй линии, ну, здесь вы действительно совершенно правы, мы можем рассматривать линейку препаратов, в том числе и рибулин, препараты платины, капицитабин, гемцитабин и ксвбепилон. То есть, начиная со второй линии, вот после ряда перечисленных препаратов, мы назначаем все в монорежиме в основном предпочтении. И вот вы еще упоминали в своем блестящем докладе о метрономном назначении циклофосфамида. Вот еще буквально несколько минут у нас осталось, даже одна-две минуты. Вы могли бы назвать режимы метрономного, какие препараты мы могли бы назначать в метрономном режиме? Ну вот, метатриксат. В последнее время довольно-таки широко назначаем препарат капицитабин, то есть, по дне таблетки два раза в день. То, что мы в нашей клинике, это циклофосфамид, метатриксат и капицитабин. Вы, как химиотерапевт, возможно, обладаете более широким артилемом. Да, согласны. И мы, не стесняясь, всегда обращаемся к вам в таких случаях. Когда наши возможности исчерпаны. Спасибо, спасибо за блестящих. Еще вопросы, пожалуйста. Даже два, да? Ну, замечательно. Хотел задать такой вопрос. Вот пациентка, которую вы показали, клинический случай лечения из-за зеленой опухоли. Вот у меня такой вопрос. Предположим, у нее позитивная динамика, вот по этому маркерному очагу нет отдаленных метастазов, но развивается лимфангит мягких тканей. Какая дальнейшая тактика? То есть нужно менять схему терапии, либо продолжать ту же схему? Ну, честно сказать, при позитивном ответе опухоли, ожидаясь развития лимфангита, которая основная причина, так скажем, лимфостаза лимфангита, это фактически идет блокирование опухолевыми эмболами и лимфатических путей. Я, честно сказать, не ожидаю, что при таком маркере… Скорее всего, это прогрессирование. Да, это значит, что идет прогрессирование, и надо менять терапию. Не маркерный очаг, но это прогрессирование идет. Нет, если будет вот такая картина, это уже расценивается как прогрессирование. То есть это не считается, что опухоль уменьшилась. То есть эффект исчерпался, и уже возникает резистентность к проводимому лечению. Однозначно надо менять терапию. Спасибо большое за подробный доклад. Вопрос такой. Скажите, проводятся ли сейчас клинические исследования по ингибиторам PD-1 в России? PD-1? Да. Ну, вот в частности, пациентка в России принимает участие, да. А скажите, какие критерии включения пациентов в это исследование? Ну, вот конкретно в данном исследовании… Сейчас у нас в центре проходят два исследования. Первое – это оба исследования с атозолизумабом. Одно исследование касается пациентов местно распространенным, то есть как неодевантная химиотерапия в комбинации с атозолизумабом. Второе – исследование пациентов на первую линию, то есть метастатические пациенты, или неоперабельный местно распространенный рак. И у меня еще маленький вопрос. Вы вот упомянули два препарата при наличии экспрессии к андрогеновым рецепторам – бикулутамид, инжулутамид. А была ли ситуация, когда вы по жизненным показаниям, учитывая, что у нас в регистрационном удостоверении, нет показаний к лечению рака молочной железы, был ли у вас личный опыт применения антиандрогена в своей клинической практике? Ну, как по каким-то жизненным показаниям, так сказать? Ну, честно скажу, нет. Вот сейчас бикулутамид мы назначаем у пациентов с экспрессией, после того, как наши морфологи дали возможность выделить данный подтип, мы назначаем в неодевантном режиме. То есть мы сейчас пытаемся посмотреть, насколько препарат будет эффективен. То есть идет комбинация химиотерапии и бикулутамидов. То есть у нас идет регистрационное исследование. Но вот именно по жизненным показаниям длительного назначения. Нет, у нас идет исследование. Да, это наше внутреннее исследование. То есть это не международное.